Вот уже много лет Ильдар Ширалиев работает на станции скорой медицинской помощи. Начинал с должности водителя, теперь главный механик по выпуску автомобилей на линию. Он с гордостью рассказывает о новом пополнении в автопарке. Теперь водителям будет работать легче, автомобили обеспечены всем необходимым. Перегонял эти машины с Краснодара я сюда, с тремя водителями еще. Да, конечно, по последнему слову техники сделано. Водителю очень легко. То есть, если старые машины, ну, морально уже устаревшие, и жарко в машинах было. Летом доходило до 50 градусов температура в кабине. Это не секрет, газели у нас, ну, такие, мы ничего не можем делать. Здесь уже стоит кондиционер, уже стоит навигационная панель. То есть, можно подключать навигатор, и, соответственно, всю карту города будет показывать машина. Куда, на какой вызов, как. А это время. Получить автомобили анапские медики смогли благодаря губернаторской программе развития здравоохранения. До этого времени автопарк «Скорый» насчитывал 20 автомобилей, причем многие из них исчерпали свой ресурс. Новые автомобили планируется оснастить спутниковой системой наблюдения. Это позволит диспетчеру отслеживать местонахождение в режиме реального времени. А если будет необходимость, скоординировать движение реанимационных групп. На это уйдет всего несколько секунд. Это, в первую очередь, повышается мобильность. У бригады будет свой планшет. На планшете будет отображаться, диспетчер будет видеть, где находится бригада. Вызов будет передаваться непосредственно на планшет. И если у бригады будут возникать какие-то затруднения в плане доезда до места вызова, то они могут тут же на самом планшете посмотреть по карте, как им удобнее выехать. Ну и, соответственно, мобильность возрастает в разы. Это не то, что звонить на телефон или докричаться по рации. Здесь все продумано до мелочей. Начиная от трех видов носилок для транспортировки больных и заканчивая собственной системой энергоснабжения в 220 вольт. Кроме этого, в реанимобиле предусмотрена автономная система обогрева. Во время стоянки в бортовую сеть можно подключить внешний источник энергии, который сэкономит и топливо, и авторесурс машины. В свободные минуты от вызовов врачи тоже не упускают возможности заглянуть в салон автомобиля и оценить эргономику будущего рабочего места. Сергей Сухов на скорой уже более 30 лет. Салон вроде бы неплохой. То есть, эргономично все рационально везде расположено. Пока новые автомобили проходят процедуру регистрации и оформления. После постановки на учет за дело примутся инженеры. Они установят и протестируют дополнительное медицинское оборудование, которое пока ожидает своей очереди на складе. И уже через две недели машины выйдут на линию.